Дорогие друзья, всем привет! Я всех приветствую на своем канале. Те, кто первый раз у меня на канале, я представлюсь, я живу в Канаде. Я снимаю видео об украшениях винтажных и не очень, которые я нахожу в магазинах наших, магазинах Second Hand. И не только об этом, я снимаю видео об примерках магазинов, шоппинге, составлении красивых аутфитов. Собственно говоря, это и было в начале темой моего канала, но мое увлечение винтажом и украшениями дало, так сказать, толчок к другим видео, другому направлению моего канала. Вернее, у меня два направления на канале. Одно направление – это вот украшения. И второе направление – это магазины примерки и всякие красивые вещи, которые мы, девочки, очень любим. Поэтому добро пожаловать, это у меня впервые. А сегодня у нас видео об украшениях. И если прошлое мое видео, помните, я вам показывала украшения, которые я нашла в одном из наших магазинов, немножко отъехав от того города, где живу. А живу я в пригороде Торонто, довольно близко от Торонто. Но здесь как бы у нас все вымели и размели уже любителей украшений, любителей их продавать. Немножко отъехав в сторону, я нашла такой магазин, в котором очень дешевые цены относительно тех цен, которые у нас сейчас. И очень много украшений, которых вообще в обычных наших секондах поближе к Торонто уже не найти. Я совершила набег второй раз на этот магазин. И вот посмотрите, какую кучку я вам сейчас показываю. Я не знаю, если мы уложимся в одно видео, может быть, я сниму две серии, потому что, по-моему, это очень-очень много. Но украшения необыкновенной красоты, великолепные, разные, всякие, ценные и менее ценные, просто красивые, которые мне понравились. И вот давайте я сейчас эту коробочку отставлю в сторону и, наверное, буду из нее доставать вещи и показывать вам. Не обессудьте, конечно, самые интересные, самые необычные, дорогие и редкие. Я оставлю на конец видео. Так делают все блогеры, чтобы, ну, как бы разогреть интерес к своему каналу и к своим видео. Поэтому давайте сейчас я это все отставлю в сторону, отодвинем. И начнем наш показ. А я буду из этой коробочки потихонечку кое-что доставать. Ну, давайте начнем с самого простого, немаркированного, потому что в этом магазине попалось немного маркированных вещей, на мое удивление. Они стоили не очень дорого, их как-то очень дешево оценили, видимо, все-таки не очень понимая, что перед ними. И, опять же, повторюсь, вот вещи немаркированные и не очень, на мой взгляд, дорогие. И, на самом деле, стоят дороже иногда, промаркированные дороже, чем вещи, которые стоят намного больше, чем они стоят на ценнике. Так, давайте я отлеплю, сниму вот эту этикетку. Такая вот брошечка, знаете, не козистая брошь, звезда. Но при этом интересная форма, золотого тона, однотонное украшение, без камней, без стразов, без ничего. Я, в принципе, люблю такие украшения. Я уже рассказывала в каком-то из своих видео. Я очень люблю такие украшения, потому что они ко всему подходят абсолютно. Нужно только подобрать цвет металла, чтобы он подходил тому, что вашим остальным, другим украшениям. И, в общем, очень можно их хорошо компоновать и комбинировать. Тем более, что у нее такая интересная форма. Она уж не такая простая. Не совсем звездочка, да не звездочка. В общем, не то морская звезда, не то обычная звезда. Маркировок никаких нет. Смотрю внимательно, потому что иногда я нахожу маркировки во время съемки, которые я не заметила при покупке. Вы знаете, я думаю, что она современная, но при этом хорошего качества, хорошо сделана, красивый цвет металла. Опять же, повторюсь, интересная форма. В общем-то, я вполне даже ей довольна. Кстати, в этом магазине, в этот раз, то, что я покупала, как ни странно, я нашла маркировки потом, придя домой. Некоторые вещи, я просто не видела маркировок. То есть, вот так вот я как-то невнимательно смотрела. Абсолютно красивенная брошь роза. Она маркирована, но, кстати, вот это то, что я сейчас вам рассказала. Маркировку я нашла только после того, как я пришла домой и разглядела ее более внимательно. Значит, я сначала подумала, что... Ну, то есть, я поняла, что это современная брошь. Она и есть современная брошь. Видите, стоила на 6 долларов. Но я не озвучиваю цену, вы, наверное, видите, да? Сами на этикетке. Необыкновенные красоты кристаллы. Очень тоже качественно и хорошо сделано. Прекрасная брошь. Прекрасная форма. Прекрасный цвет розовых кристаллов. Некоторые Аврора Бориалис вот здесь вот в центре. А по краям просто кристаллы. И когда я была в магазине, я очень долго рассматривала, но не заметила. Вот здесь вот есть... Видите, вот здесь. Сейчас я возьму свою палочку, чтобы пальцем не тыкать. Вот здесь вот есть маркировка. Палочка моя тоже не особо... Вот здесь, видите? Палочка не такая острая. Может, ножницами лучше пока... Значит, присмотревшись, может быть, вот так. Я увидела, что здесь написано Санг. Альфред Санг. Это канадский дизайнер китайского, по-моему, происхождения. Или из Гонконга. Он, я точно не знаю. Или его родители привезли из Гонконга. Он является дизайнером одежды. Есть его бренд в Канаде. И он производит одежду, украшения. И, в принципе, его украшения довольно хорошие, довольно качественные. И, ну, в общем, ценятся. Потому что у меня есть несколько украшений его. Я хочу сказать, что они прекрасно носятся. И очень-очень качественные. Ну, вот такая вот красавица брошь. По крайней мере, точно мы знаем, что это не Китай. Да, собственно, по-моему, и так видно. Ну, иногда, знаете, Китай делает сейчас очень хорошие, качественные вещи. Поэтому очень трудно различить. Но вот такая вот брошь, красавица. Артур Санг или Альфред Санг? Я забыла. Сейчас я проверю. Подождите минуту. Альфред Санг. Ну, неважно. Он еще делает парфюмерию. У него есть... Ой, не фокусируется сейчас. Вот так. У него еще есть парфюмерия. И он, в общем, довольно известный канад-дизайнер. Ну, вот такая вот красивая-прекрасивая брошька. Следующее украшение – это вот такой вот браслет из жемчугов. И вот такая вот центральная вставка у него. Браслет тоже не маркирован. Но, вы знаете, я сначала как-то не обратила на него внимания. И подумала, что просто, знаете, это такой браслет на резинке. Я не очень люблю браслеты на резинке. Мне почему-то как-то кажется, что они не очень... Ну, как-то дешево выглядят. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Но потом, присмотревшись, я увидела, что вот эта застежка, вот этот центральный элемент его, это не просто так. Это, в общем-то, застежка. Вот так вот он застегивается. Что говорит о его непростом происхождении, так скажем. Обычно все-таки дешевые простые браслетики такие, они делаются на резинке. А этот сделан вот на леске, на плотной. И вот такая вот у него застежка. Знаете, давайте я его надену на руку и вам сразу покажу. Стоил он 5 долларов, что я считаю недорого, потому что украшение очень качественное. Я не нашла производителя, не нашла никаких координатов, кто автор этого украшения. Вот таким вот образом он выглядит на руке. Довольно красивое, эффектное украшение. Ой, что-то у меня с фокусом сегодня. У меня новый телефон, я... Вот так. У меня новый телефон, я пытаюсь к нему приноровиться. Он как-то странно снимает. Когда я пытаюсь сфокусироваться, он как-то прыгает картинкой. Не знаю, что-то мне надо понять, что происходит. Короче, вот такой вот красивый-красивый браслет. Очень эффектный, дорогой такой, качественный. Ну, мне кажется, он винтажный, знаете, судя по вот этой центральной части его. В общем, с жемчуга такие. Я потом сниму картинку и покажу вам вот издалек, как он выглядит на руке. Вы знаете, что я все показываю, фотографирую, все показываю на себе. Поэтому все эти украшения вы увидите на мне, конечно же. Так, два следующего украшения я приобрела. Я не знаю, имеют ли они какую-то ценность. Хотя я видела, вот один раз я у них же в магазине покупала. Я вам показывала в прошлый раз украшения. Вот серьги вот эти вот из стекла. Я не знаю, муранское, не муранское. Ну, ой-ой-ой, беда. С фокусом у меня беда, девочки. Не знаю, что происходит. Короче, сережки из стекла. Они такие тяжелые, красивые. Красивое такое стекло. Вот эти вот такие зеленые и с такими вот, знаете, золотыми вкраплениями. Значит, две пары. Есть вот такие вот синие красивое стекло. И вот такие вот маленькие стекляшечки вот у основания. И вот такой вот красивый темно-зеленый цвет с золотыми такими вкраплениями. Я покупала у них уже серьги. У них, видимо, какой-то есть кто-то, кто периодически сдает им серьги из стекла. Мурана, не Мурана, я не знаю. Но, во всяком случае, они очень тяжелые. Я в интернете находила. Они довольно дорого стоят. И вот если покупать их вот так вот. Эти мне очень понравились своим цветом. И вообще я обожаю вот стеклянные украшения. Я не знаю, как-то у меня какая-то у меня к ним любовь. И эти очень, по-моему, хорошо сделаны. Возможно, это даже самоделки какие-то. Но вот такие вот две пары. Очень симпатичные, приятные. Украшения. Я думаю, я их буду с удовольствием носить. Следующее украшение. Это такое огромное большое колье. Вы знаете мою любовь. Невероятную к таким колье. Опять же, повторюсь. Вот так же, как вот эта вот звездочка, про которую я рассказывала. Вот такие вот колье из золота, в золоте и в серебре, я люблю очень, еще и потому, что я их очень часто ношу. Вот в отличие от красивых колье с кристаллами ярких, которые бросают, так сказать, глаза и очень хорошо выглядят. Но не всегда есть, как бы, возможность носить их с любой одеждой. А вот такие вот колье без всяких украшений, так сказать, однотонный металл, очень даже прекрасно носятся. И очень часто использую я их больше, чем вот когда я не знаю, что надеть. Я знаю, что вот такое вот колье всегда будет выглядеть эффектно и подойдет ко всему. Стоило оно 6 долларов. Опять же, повторюсь, в наших магазинах сейчас такие цены, в других, кроме этого магазина, что просто вообще, как бы, 10 раз подумаешь, покупать что-то или нет. Я потом отмою эту этикетку. Значит, вот такие вот интересные, очень красивые звенья, замочек, у которых нету никаких маркировок. Открывается. Хорошо все работает. Я думаю, что это где-то 80-е, годы 90-е. С обратной стороны, видите, вот такая вот симпатичная брошировка. Очень качественная, тоже хорошо сделанная. Опять же, маркировок нету, я не нашла. Я долго искала вот с этой стороны обычно. Ой, или что-то есть, дочки. Опять. Так, сейчас я попытаюсь настроить мой телефон, чтобы показать вам вблизи. Сейчас, минуту. Давайте посмотрим, что здесь есть. Нет, это не маркировка. Это не маркировка. Это просто какие-то вот такие круглые. Может быть... Да, видите, они есть везде, на каждом звене. Я не думаю, что это маркировка. Я думаю, что какие-то технологические моменты, вот когда его производили, видимо, каким-то образом, может быть, оно закреплялось где-то, или штамповали, когда... В принципе, это штамповка. В штамповке как бы нужно было в штампах какие-то вот такие вот элементы, чтобы, видимо, держать форму или что-то. Я не знаю. Ну, в общем, короче, нет. Маркировок нету, но оно очень эффектное. Просто шикарное. Посмотрите. Я вам его, конечно, на себя надену. Но посмотрите, как шикарно, эффектно оно выглядит. И какие необычные и очень красивые элементы, звенья. Вот такого желтого, красивого металла. Давайте рассмотрим ещё одно колье. Оно немножко такое сделано, как подсостаренное золото. Старое золото. По застёжке, я думаю, тоже, что оно винтажное. Потому что, видите, застёжка вот такая. Вот коробочка. Маркировок никаких нету. Но не с той стороны. Правильно? Нет. Вот так вот оно открывается. Нет маркировок, правильно? Здесь ничего нет? Или что-то написано? Нет. Это просто остался след от зажима, от этой застёжки. Стоило оно 4 доллара всего лишь. Поэтому я решила его взять. И мне оно понравилось. Во-первых, потому что в нём очень красиво, интересные вот эти вот зелёные элементы. Посмотрите, как интересно они сделаны. По-моему, это стёклышки, не пластик. Они такие маленькие, что их очень трудно простучать. Похоже на стекло, правда? Посмотрите, какие они интересные. Вот такие вот зелёные прозрачные стёклышки в золотом обрамлении. Шарики и просто обычные, ну не очень обычные, а ещё две цепочки, по-моему. Оно состоит из трёх элементов. Видите, вот здесь вот сцеплено. Две цепочки, а в центре вот такие вот шарики с такими вот зелёными бусинками стеклянными. Оно не очень длинное, но и не очень короткое такое в меру. Очень хорошая, удобная длина. И видите, вот в отличие от этого, которое очень блестящее золото, если вы не очень хотите сильно блестеть, то вот такое вот немножко состаренное золото очень даже подойдёт под какие-то моменты, когда вам хочется блестеть немножко поменьше. Так, ещё одно украшение. Я уже начала отстёгивать, начала говорить, начала отстёгивать цену, отрезать. И поняла, что я не включила запись, ведь у меня, повторюсь, сегодня какой-то... Начала рассказывать про это колье, что мне оно понравилось необычными вот этими вот элементами своими и очень красивой, необычной цепочкой, но на нём не было цены в магазине. Я подошла к продавцу. Я понимала, что оно не очень ценное. Скорее всего, не винтажное, современное, но сделано хорошо. Сделано... Видите, вот здесь была цена, которая оторвалась. Они мне приделали новую цену. И мне захотелось его купить. И я подошла к продавцу и попросила, чтобы она мне поставила цену на это колье. И она вот поставила мне 6 долларов, хотя, на мой взгляд, оно совсем не стоит 6 долларов. Оно намного должно стоить дешевле некоторых вещей, которые я покупала у них же в магазине, которые я вам покажу. Но это всегда так бывает. Там кто-то лепит цену за кулисами, так сказать. Они особо не разбираются. Когда ты подходишь и просишь поставить цену на какую-то вещь, они вам шлепают такую. Ну, если вы хотите уже купить эту вещь, так уже вот нате вам такую цену, чтобы не прогадать, что называется. Но, если честно, иногда еще очень зависит от продавца, от человека, с которым вы имеете дело. Итак, колье. Это, конечно же, пластик, жемчужины пластиковые. Но мне оно понравилось с необычностью. Вот смотрите, какое красивое плетение цепочки. И вот эти вот элементы. Они такие тяжелые, металлические. Знаете, вот как будто какие-то очень качественные. Я думаю, что это украшение тоже. На нем нет маркировки никакой. Я вам показала только что замочек. Вот видите, здесь ничего. Нет, опять же, может, что-то было, но оторвалось. Скорее всего, конечно, оно современное. Цепь очень длинная. Ее можно носить прекрасно в два ряда. Потому что в один ряд она, конечно, слишком длинная. И она, видимо, предназначается для того, чтобы носить ее в два ряда. И видите, у нее есть две застежки. Сейчас я просто запуталась. Now I'm very confused, как говорят у нас в Канаде. Я сейчас выключу камеру и посмотрю, что здесь происходит. Подождите. Нет-нет, все нормально. Здесь одна застежка. Просто я ее почему-то увидела два раза. Что называется, кручу-верчу, запутать хочу. Такое оно длинное. И так я с ним закрутилась, что я не поняла. И подумала, что я нашла второй замочек. Но нет, замочек один. Вот такое вот оно длины, даже сложенное в два раза. Оно довольно длинное. Ну, понравилось мне просто, потому что интересное такое украшение, красивые цепочки. Хотя жемчужины пластиковые, это видно невооруженным глазом. Но решила я его приобрести. Так, давайте посмотрим на еще одно колье в серебряном тоне. Немножко меня смущают вот эти вот здесь вещи. Я не очень понимаю, что это, видимо, как-то... Или это не очень качественно сделано. Или это какой-то уже брак от носки. В общем, короче говоря, я очень люблю такие колье. По-моему, это называется... Я нашла подобные. Я сейчас посмотрю в телефоне, как это называется. Вот именно вот цепочка вот такого вот плетения. Инфинити, по-моему. Сейчас я проверю точно. Посмотрю одну минуту. Не нашла. Не нашла. Я помню, что я находила подобные колье. И вот название вот этой цепочки, по-моему, Инфинити. Но, может быть, я путаю. Значит, стоило оно 5 долларов. Опять же, никаких маркировок. Но колье необыкновенно эффектное. Смотрится просто великолепно на шее. Вот так оно выглядит с обратной стороны. Видимо, кто лучше меня понимает, может вот по этим вот заглушкам, может быть, определить его возраст. То есть вот цепь как-то вставлена вот в этот металлический элемент. И здесь как-то какие-то такие заглушки. Не знаю. Я находила похожее колье, по-моему, от Сарка Вентри или от Кора. Более-таки современные 80-х годов. Оно явно 80-го года. Опять же, повторюсь, очень эффектно выглядит на шее. И застёжечка у него вот так расстёгивается, расстёгивается. Единственное, что меня смущает, это вот здесь вот этот вот элемент какой-то. Немножко брак или это... Но сделано оно, знаете, качественно, плотное, такое тяжёлое. И совершенно великолепно эффектно выглядит на шее. Так что я особо не расстраиваюсь по поводу каких-то мелких недостатков. Дорогие друзья, я всё-таки решила разбить это видео на две серии, потому что очень длинно получилось, почти час. Поэтому вот несколько фотографий из следующего видео. Я надеюсь, что вы дождётесь его. Оно выйдет совсем скоро. А на сегодня всем пока. Люблю, целую. Ваша Дита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА